Это у нас семейная для трех поколений. Жители республики могут принять участие в конкурсе, посвященном семье и традиционным ценностям. Рецептурные лекарства только по документам, какие препараты входят в список и какие изменения внесены, расскажет гость программы. Многочисленные обращения жителей привели к желаемому. Один из дворов Черкеска наконец-то обзавелся собственной детской площадкой. Незабываемое вдохновение и возможность для общения в Черкесске прошел фестиваль молодежных культур и уличного творчества. Здравствуйте! На телеканале Россия 24 информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия. С вами Мурат Женкёзов. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа Муфтия Карачаева Черкесии Исмаила Хаджибердиева. Награду Муфтий получил за вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений. Роспотребнадзор Карачаева Черкесии сообщает об острой кишечной инфекции в Уст-Жигутинском районе. К полотню сегодняшнего дня получены экстренные извещения 31 случая острой кишечной инфекции, в том числе среди них 27 человек в возрасте до 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы или получают медицинскую помощь амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений. В остальных муниципальных образованиях республики эпидемиологическая обстановка спокойная, сообщает в Роспотребнадзоре. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов предложил жителям республики принять участие в конкурсе «Это у нас семейное», посвященном семье и традиционным ценностям. Участниками конкурса могут стать семейные команды из четырех и более родственников, представителей не менее трех поколений – дети, папы и мамы, бабушки и дедушки. Каждая семья может рассказать о своей истории, традиционных семейных ценностях, передающихся от поколения к поколению. Наша республика всегда славилась крепкими союзами, большими и дружными семьями, трепетным отношением к старшим и воспитанию детей. Нам есть что показать и есть чем гордиться. Предлагаю каждой семье из Карачаевой Черкесии объединиться в команду, зарегистрироваться на сайте «Это семейная.рф» до 4 ноября этого года и принять участие в конкурсе, тем самым внести свой вклад в сохранение семейных ценностей и представить родную республику на достойном уровне. С 1 сентября этого года аптеки обязаны вносить сведения о рецептах в систему мониторинга движения лекарств, а именно указывать номера, коды и дату выписки препарата. Теперь граждане смогут получать или приобретать рецептурные лекарства только при предъявлении бумажного рецепта, оформленного на бланке и подписанного врачом. О том, какие препараты входят в этот список и какие изменения в будущем ждут россиян, рассказал главный врач Хабетской ЦРБ Амин Макаофф. Рецептурная выдача препаратов в основном коснется препаратов, которые подпадают под приказ 184Н Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2014 года по лекарственным препаратам, подпадающим под предметно-количественный учет. То есть это наркотические препараты, сильнодействующие препараты, препараты, которые выдаются больным по дополнительному лекарственному обеспечению. Остальные лекарственные препараты, которые отпускают аптеки, также будут отпускаться в обычном режиме. Но, однако, всем нам надо с вами понимать, что в ближайшее время, в течение года-полутора лет, все те лекарственные препараты, на которых написано «отпускается по рецепту врача», это элементанофуросимид, даналгин, диклофенак. Эти препараты уже тоже будут подпадать под действие постановления правительства 1556 о мониторнике движения лекарственных препаратов. И при обращении в аптеку фармацевт в обязательном порядке будет требовать от вас предоставления рецепта. Поэтому большая просьба, пока есть период времени, год-полтора года, необходимо все-таки отойти от самолечения и чаще обращаться к врачам, для того, чтобы врач мог менять схему лечения, для того, чтобы врач мог вам выписывать именно те лекарственные препараты, которые вам необходимы. Один из дворов Черкеска наконец-то обзавелся собственной детской площадкой. Многочисленные обращения жителей в различные инстанции с просьбой установить обещанное привели к тому, что у юных горожан и людей старшего возраста спустя три года появилось место для отдыха. Подробности в сюжете нашего корреспондента Артура Мхце. Спасибо за активность жителям этого дома, потому что нам надо занимать активную жизненную позицию. Еще в начале текущего года эта территория в центре Черкеска напоминала скорее полигон для тренировок на выживание, чем детскую игровую площадку. А ведь пару лет назад казалось, что двор по Советской 73 быстро приведут в порядок. В 2021-м жильцы дома попросили депутатов республиканского парламента помочь им в благоустройстве. Тем более, что рядом на тот момент не было никакой альтернативы. В итоге народные избранники выделили 2 миллиона рублей на установку новой детской площадки. Мэрия региональной столицы нашла подрядчика, который сразу взялся за дело. Были оперативно выполнены работы по сносу старой площадки, но после этого, в свете известных событий, там подорожание материала и так далее, пандемия, оказалось, что это старую площадку снесли, а новую не успели построить, потому что подрядчик не смог выполнить обязательства, которые были на него возложены. В прошлом году съёмочная группа вестей по просьбе жителей отправилась во двор, чтобы понаблюдать за ходом работ, точнее, за их отсутствием. Хотя и тогда около демонтированной старой площадки подрядчик в присутствии депутатов от «Единой России» и представителей регионального народного фронта пообещал в двухмесячный срок выполнить проектные задумки. Не выполнил. И попал в реестр недобросовестных организаций. На этом до решения суда можно было бы и остановиться. Однако жители и дальше проявили активность и неравнодушие. Общественники и депутаты вновь напомнили о важности реализации благоустройства, не дожидаясь, когда детки вырастут. Власти Черкесской изыскали возможность как можно скорее подарить горожанам праздник. Мэрией муниципального образования города Черкеска было выделено дополнительное финансирование из местного бюджета, в связи с чем уже были реализованы работы по благоустройству данной площадки. На сегодняшний день работы все завершены. Сделано много дополнительных работ. Это вот площадка под баскетбол, установка фонарей, освещение. Как мы видим, приняты нестандартные цветовые решения данной площадки. Третий для данной площадки подрядчик за два месяца завершил всё, что требовалось. И теперь у жителей под окнами появилось место, где хочется проводить свободное время. Мы очень рады, что построили наконец-то площадку. Мы все этого долго ждали, очень. И построили баскетбольное кольцо. Нам сделали беседку, карусель. Ну а день открытия площадки в центре Черкеска оказался для юных горожан действительно праздничным. Со сказочными персонажами, викторинами и пенной вечеринкой. Артур Махцэй, Вести, Карачао, Черкесия. В Черкесске прошёл фестиваль молодёжных культур и уличного искусства. Жители окунулись в различные уголки молодёжной культуры. Соревнования в самых популярных видеоиграх от Центра молодёжного инновационного творчества, битва роботов, показ мод талантливых дизайнеров, выступления молодых людей проекта «Музыка улиц», танцевальный батл, художественная выставка. Фестиваль молодёжных культур и уличного искусства – это незабываемое вдохновение и возможность общения с единомышленниками. Наш следующий репортаж об одном из красивейших достопримечательностей республики – башни Адиюх, возведённая почти три столетия назад кабардинским князем Темрюка Джибаматовым из рода Тажукиных. Сегодня она находится под охраной государства. Об истории башни расскажет Шерифат Лепшокова. Башня Адиюх высится над обрывом Малого Зеленчука. Построенная в XVIII веке, она выполняла сторожевую функцию. Но башня стала известной благодаря легенде о прекрасной девушке Адиюх. Светлорукая героиня нардского эпоса Адиюх в абазинском варианте Кайдух в Карачаевском Акпелек славилась своей необычайной красотой. Жила на высокой башне и каждую ночь озаряла путь своему мужу в событии, когда тот возвращался с табуном из набека. Прекрасная княгиня протягивала руку, исходящий луч разгонял тьму и отважный нард проходил через полотнянный мост. Но однажды возгордился Псапыда перед супругой, за что горько поплатился. Историк-любитель Мухаммед Хакунов, как никто, знает эту легенду. Его отец, известный поэт Юсуф Хакунов, автор поэма Адиюх. Он был знатоком истории и любовь к ней привил своему сыну. Погиб муж ночью, темной ночью. Он пригнал лошадей, она не осветила своей рукой, но все же он упрямый, решил перегнать ночью. И до середины, наверное, табун дошел, и вдруг молния. И все лошади упали в реку, и он сам тоже. И оскалы вот эти, и их кровью, вот красные оскалы. Сказание гласит, говорит Мухаммед Хакунов, что тело своего супруга Адиюх нашла аж у слияния малого Зеленчука и Кубани, на территории нынешней Белонечетской. Позже девушка увидел Сосрука. Сраженный красотой Адиюх, он предложил ей стать его женой. Согласие было получено, но происходит несчастный случай, и она погибает. Всю свою боль безутешно Сосрука передал в песне плачи. Похоронил ее, и никто не знает, где она была похоронена. Но молва была всегда, что она похоронена прямо под башней, вот сюда спуститься, и вдоль вот этих скал там пещеры. В одной из пещер она была похоронена и замурована. И Алибердуковские ребята, они нашли. Нашли, ну, кости женщины и платье очень красивое. И когда, говорят, открыли, оно все рассыпалось. За каждым мифом скрывается факт. Как знать, может, именно Адиюх нашла там свое последнее пристанище. Но башня была построена черкесским князем Тимрюком Аджибаматовым из рода Тажукиных в XVIII веке. О легенде больше, чем тысяча лет. В 50-х известный ученый Ставропольского края, историк-археолог Минаева проводила здесь раскопки. Она обнаружила городище, датируемое VI веком, со смешанным населением с преобладанием Алан. Экспедиции были найдены следы поселений. Жилые постройки, мавзолеи, могильник позднесарматского времени, а также стена с башней. На ее останках и было построено Тимрюком Аджибаматовым новое сооружение, ныне ставшее сердцем Хабетского района. А тогда князь взялся за дело со всей дотошностью. Он ездил к крымскому хану за лучшими мастерами, которые построили сторожевую башню. Воздвигнута она была из грузков песчаника, особой разновидности горной породы. Шириной до полутора метров и высотой до 13, башня имела пять этажей. Первый служил для хранения воды и пищи. Попасть туда можно было только сверху, со второго этажа, на который поднимались по приставной лестнице. На третьем этаже были окна и бойницы. Четвертый освещался через отверстие в потолке, а пятый был местом для дозора. Построенная на совесть, сооружение мог бы выдержать даже землетрясение. Сотни лет башня веры и правды служила горцам. Сегодня она по праву является украшением республики. Свидетельствующая о славном прошлом, башня все еще не открывает всех тайн, храня в своих вековых камнях героическую притягательность прошлых лет. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашибуков, Вести Карачаева, Черкесия, Хаббеский район. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите программу «Вести дежурная часть», обзор за месяц.